Приветствую вас, ребят, на прохождении второго сезона, первого эпизода игры Ходячие Мертвецы. Ну что ж, нас посадили в сарай из-за укуса какой-то грёбаной собаки, нам не верят, что это собака. Столик, поставили столик. Столик можно опустить. Подняться на столик можно. Можно обыскать бочку, но сейчас мы поднимемся на столик, конечно, сейчас мы всё обыщем здесь. Я думаю, и всё. Так. Якорь какой-то. Какой-то якорь непонятной конструкции, никогда таких не видел. Может видел, не знаю. Доска для инструментов. Ничего не осталось. Ну и да пофиг, нам бы это ничем не помогло. Станок. Клэрк. И всё? И в комнате всё? А, нет, не всё, в смысле. Спасательный круг. Так. Молоток, мы можем схватить его, да? Во. Ну более... Нет. Не достает. Печалька. Ну давай достанем. Вот так тут встанем на столик. Теперь-то ты молоточек достанешь, нет? Давай. Молоток можно достать. Давай. Давай. Ой. Ой. Чёрт. Какого хрена? Где молоток? Полка, поднятие, нахуй. Молоточек. Всё, что делается, всё к лучшему. Бери, 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 мой молоточек. Только зачем он нам нужен? Ящик с инструментами. Наверняка там ничего нету. У меня такое подозрение. Или есть? Чуть-чуть. А, нет, сытить ещё. Если понадобится, то могу использовать, чтобы зашить рану. Ух ты. Смотрите, что у нас тут. Так, ну вполне можно ножиком, но я думаю молотком. Лучше будет, на. Ие-ть, дико-дико-дико-дико-дико-дико-дико-дико-дико-дико-дьо. Дюгань-дюгань-дюй. И-я-а-а. И оторвали. А, было прикреплено гвоздями. Нах так. Опа. Вот мы молодцы. Теперь можно пролезть. Ой-ой-ой-ой. Ой, там кто-то прям так урчит. Урчит. У них есть доктор, у него должен быть материал для наложения швов. Какие-то зомби. Зомби бродят. Только надо... Так, стоп. Убираю. Найдите способ пробраться в дом и отыщите иглу, перекись и бинты. Хорошо. Ща найдем, ща найдем, блядь. В первый раз, что ли? А нам, случайно... Так, боковая дверь. Оу, я думаю, мне становится хуже, понял. Клем, я понял тебя. Так. Наверняка здесь тоже ничего нельзя сделать. Давайте оббежим, попробуем. Я не знаю, пока что можно осмотреть территорию. Сто процентов это не здесь. А, вот, смотрите, что-то можно... Фанеру можно к ебеням отрвать. Получится? А по молоток мы... Ага. Но молоток же есть. Че? Давай. Отрывай. Они же легко отрываются из фанеры-то. Нормально, наверное, же. Тише, тише. Кот на крыше. Давай. Залазь. Только аккуратно. Что мы будем... Получается, мы залезли сюда? Тут я не пойму, то ли... Нет. Собрание в доме через пять минут. Просто замечательно. Это у нас что такое? Люк. Да. Ага, понял. Понял, значит... Молотком, не знаю... Ножом, может быть, что-то. Перочинный нож. Может, что, получится? Нет? Получится, наверное, да? Ой. Черт. Ну, зачем мы? А, или мы не открыли. А мы его открыли, нет? Скорее всего, наш... Я уже все решил. Ну, полагаю, Люку еще есть что сказать. Здесь Сара. Она читает. Ей не нужно в этом участвовать. Так, тихо. Тихо. Тише, тише. Только тихо. Стоп, Сара. Сара это та, которая... Блин. Так. А как мы найдем его квартиру? Так, что это делать? Что для этого надо делать? Да, конечно. Вот так. А мы заперли ее в сарае. Все, хватит. Не надо нам больше слушать. Давайте искать выход. Еще как выход. Там у нас нет ничего. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это выход. Это нам не надо. Стоп. Нам надо найти... Э-э-э... Квартиру. Как сказать? Номер, что ли? Того самого доктора. Наверняка на втором этаже. Пошли на второй этаж. Тихо. Тихо. Поднимаемся. Поднимаемся. Только аккуратно. Аккуратненько. Дверь в спальню. Я не знаю, конечно, скорее всего, неправильно. Ух ты ж. Стоп. Я правильно попал. Смотрите, ребят. Тебе нельзя здесь находиться. Ты можешь мне помочь? Привет, ты можешь мне помочь? Мне запрещено говорить с тобой. Мой отец не должен об этом узнать. Если поможешь, я не расскажу ему. Если поможешь, я не расскажу ему. Хорошо. Я ранена. Прошу, помоги мне. Мне не следует помогать тебе. Но не будь такой занудой и дай мне что-нибудь. Что с тобой случилось? Меня укусила собака. Звучит страшно. Могу поспорить, тебе очень больно. Да. Могу погибнуть, если не... Я могу погибнуть, если не обработаю рану, понимаешь? Сара это запомнит. Мне нужно что-то, чем можно обработать рану, бинты и чем-нибудь. Потому что рана глубокая. Папа говорил, что у нас находились бинты. Но я не знаю, как обработать рану. Он хранит ее где-то здесь. Я помогу тебе. Хорошо, спасибо. Я Климентина. Я Климентина. Я Климентина. Теперь мы подруги. Да? Мы можем стать лучшими подругами. Я не встречала девочку моего возраста с тех пор, как это все началось. Да, мы подруги. Обещаешь? Обещаю. Я тоже. Теперь мы подруги. Мирись, мирись, больше не дерись. Только Сара явно старше нас. Клятву на мизинцах это навсегда. Посмотрим, смогу ли я найти то, что использует мой папа, когда перевязываю пинки. Я пойду осмотрюсь. Я тоже пойду осмотрюсь. Наверное. А может и не осмотрюсь. Не, я буду на шухере. Вот она. По сяпке сойдет. Но не обрабатывай руку здесь, тебя могут найти. Не беспокойся, я не буду. Теперь нам надо сваливать. Спасибо, Сара. Перекись мы нашли. Нужно... Блин, нам нужна игла и бинты. Ну давай поищем. Может здесь что найдем? Ой, какой скрипучий стул у меня, у меня. Как все долбит. Душ. В душе нету нифига. В зеркале тоже. А нет, это аптечка. Смотрите, ребят. И что мы видим? Игла. Ура. Мы нашли иглу. Слава тебе, господи. Она чистая. Это замечательно. И больше здесь, я так понимаю, ничего нету. Но мне все еще нужны бинты. Найдем бинты. Не боись, Климетин. Так, блеевой шкаф. Черт, ничего нету. У них должны быть медицинские запасы где-то здесь. Ну, значит, это скорее всего не здесь. Пошли в еще одну комнату. Все в одной комнате быть не может. Это... Как же он меня иногда достает. Черт. Прячьтесь. Я не знаю, возможно, я все правильно сделал. Может быть и нет. О, черт. Нужно просто родить ребенка. И, о, боже. Ух ты, у них вода есть. Это хорошо. Пусть ребенок будет в порядке, и он будет от него. Ну, а что, может быть, нет него? Он совсем подряд трахается по дедам. Тварины. Клемм, вылазь. Вроде все в порядке, все чисто. Ой-ой-ой, у тебя рука прошла сквозь текстуру. Печалька. Открываем. Тихо-тихо. 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 Крыша едет не спеша. Так. От волнения уже стал петь песни всякое. Такое прочее дерьмо. Надеюсь, мы здесь хоть что-нибудь найдем. Так. Ящик. Смотрим же ящик. Скорее всего здесь мы сможем найти часы. Часы давай. я правда не знаю может это сработает как зажим а вполне же реально использовать это как тряпьё не совсем бинтын должна помочь оставить кровотечение это значит все да верните сарай значит все валим или не валим можешь поскольку может что-нибудь тут пошаримся еще может найдем чем типа бинтов вот именно ланая тут больше ничего не вижу настольная игра не будем смотреть нам надо перевязываться как можно быстрее ой какой стол скрипучий но я не могу просто сидеть ровно на жопе еще потянуться надо так а вот сюда мы пришли все все понял тихо 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 лучше не скрипеть но так как так вроде нас более-менее не спалил никто так выход вон тут вот тут выход вот тут все нормально они там до сих пор разговаривают ну и как бы снова ух ты это тот же сарай слава бы тебе господи нам не пришлось только преодолевать такая что-то не помню а здесь это было перекись водорода бинты лажа это типа лески да по моему угла сейчас так понимаю сейчас будет мерзость сами себе будем зашивать рану ой будет жуть кстати рано очень похоже на да будет паршиво рано похоже на смайлик так сперва надо обработать это все знают и так прям будешь лить нифига ты бесстрашно сейчас будут визги визги сейчас будет а ага да 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 вот так вот тут вот так вот живется у меня примерно такая же рано была правда меня кого с кусала не собака получается на велосипеде упал причем довольно таки хорошо упал железкой расхреначил до места прямо так теперь надо это все дело а я не знаю что дальше мне никогда не зашивали рану я поэтому как бы не в курсе ну давай возьмем откусываем сначала наверно сшить же надо правильно да сначала надо сшить блин опа молодца теперь как в прошлый раз как меня учил кристо опять тоже очень больно когда зажива зашиваю тебе давай 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 а а тихо фак сказал бы кто-нибудь из ее да 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 давай ах а ну и чего черт мы должны слышать это все а у тебя бы только до потери сознания бы не довести бы но по крайней мере ты держишься как же я тебя понимаю клем как же я тебя понимаю мясо мясо дома твою дома твою ну вроде последняя должна быть последний или предпоследняя что ты делаешь там ох черт подкусили как она вообще на ногах стоит еще все б уже давно упали бы на пол ох черт не будем осматривать бинтуем теперь папа 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 сколько всего неожиданного в первом эпизоде тих блин как бы что нам нужно что-то взять молоток есть ай 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 убили негра убили негра убили я я я я я я я я я надо убери ты свои грязные ручонки ой 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 где молоток то этим временем ки 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 на пойму ему кишки выпустили какая няшность какие проработанные кишочки вам мать твою ни хрена ты чё до тебя давно уже это не можешь уже жить просто да ты достал вкуснятина хера себе какого хрена как черт возьми он здесь казался все еще не укушена и тогда меня не кусали а вы оставили меня здесь умирать ты сама зашила рану откуда те это все она нас обокрала это ничего не меняет мне не осталось выбора ты могла просто уйти успокойся ребека отведите ее дом а я взгляну на ее руку чертовы скрытни рискают повсюду нам лучше идти ты проголодалась представь себе ё-моё слава богу нам сейчас нормально про дезинфицируют рану и его сошьют нормально более-менее но это было больно то что мы сейчас делали будет немного больно ау как она ей нужно поработать над своими навыками шитья а я бы сказал она молодец так и укусил не скрытень будь это скрыть у нее бы началась была лихорадка и температура поднялась выше крови крыши все чувак так что это был не зомбарь это укусил сэм нас все было бы хорошо не сделала бы ты так до этого меня ранили а вы не помогли мы считали тебя угрозой который ты и являлась это не так мы заперли тебя в сыраю чтобы обезопасить тех кого любим а ты сбежала и склонила мою дочь мою дочь к воровству я закрою на это глаза но вот несколько вещей которые тебе следует знать и моей дочери ладно она не такая как ты может пока ты это не понимаешь но побыв с ней какое-то время ты поймешь если она узнает как ужасен этот мир узнает что творится на самом деле она потеряет рассудок она моя маленькая девочка она все что у меня осталось я прошу тебя держаться от нее подальше прости я не знала все нормально ты прощена постарайся больше не совершать таких ошибок а вот этого чувака зовут карлос и сейчас мы очень долго бы наверно привыкать к их новым именам их слишком много здесь всех это по-моему я принес тебе еды если ты голодна хавчик ам-ням-ням как вкусно ням-ням останется огромный шрам да и пофиг это лучше чем лишь лишиться руки соглашусь с тобой шрамы они намного круче отрезаны руки определенно что там нам положили в тарелку то хэй слушай эм я просто хочу извиниться за то что вел себя как мудак я психанул и это определенно было не круто иногда нику нужно выпускать пар не держи на него зла тогда ты явно собрал сорвался ты просто защищал своих друзей я понимаю ник это запомнил я не хотел быть таким грубым просто меня был у нас был печальный опыт у всех а что произошло ник потерял свою мать мы заботились об одном это все моя вина я никто не не виноват мы думали что можем контролировать но нам это не удалось она превратилась а его мать стояла рядом и на нее напали тогда мы ничего не могли сделать в любом случае надеюсь ты поняла на конечно поняли вещи плохие вещи плохие вещи случаются с каждым это точно в нашем случае это ли эверет но и другие на судя по всему тебе одной неплохо что планируешь дальше я не знаю теперь сама по себе но ты можешь остаться здесь если хочешь тебе не помешает подлечиться и разобраться во всем думаешь остальные позволят не придется с этим смириться так что произошло с твоими родителями ты же не против что я задаю эти вопросы смысле я предполагаю что с ними случилось тоже что и с родителями остальных людей просто ты еще маленькая не думаю смогла другие люди позаботились о мне если ты об этом спрашиваешь мне просто любопытно как ты придержалась все это время я просто стараюсь держаться хороших людей эй эй прости мне не следовало спрашивать мои родители уехали в отпуск и оставили меня с няней они так и не вернулись мы отправились саванну чтобы найти их но они были уже мертвы оу жаль это слышать а потом я встретил али потом один человек нашел меня и позаботился обо мне мы встретили других выживших и вместе пытались продержаться но ничего не вышло его звали ли он научил меня выживать он научил меня стрелять а что с ним произошло я убежала я была глупой там был человек который сказал что знает моих родителей мне казалось я знаю что делаю но я убежал али или погиб из-за меня думаю о ну он бы умер в любом случае это была моя вина я просто иногда иногда люди погибают из-за меня не люблю перебивать но пока я бездельничал на улице заметил что это место горит новогодняя елка посреди леса собирайтесь потому что на рассвете мы идем рыбачить нескольких свежих ребешек нам было бы неплохо собрать ну так погнали а тебя как зовут мой друг пид пид его зовут да точно пид птицы повод и еще здесь ну да и что ты хочешь на твоем месте я бы не расслаблялась я всего лишь маленькая девочка ты знаешь какого черта творишь у нас так полно проблем нам еще не нужны новые уяснила ты получила то зачем пришла теперь иди чё ты такая агрессивная брибинная тварь так я смотрю мы в лесу как ты держишься я слышал ты получилась бучку от ребекки прошлой ночью в чем ее проблема ну в последнее время у нее много закидонов родить ребенка в таком мире не так уж и просто и далеко эти ловушки для рыбы уже близко какая винтовка тебя кто-нибудь научил стрелять я имею ввиду хорошо стрелять меня научил мой друг ли это хорошо нынешнее время это важно ник был примерно твоего возраста когда я впервые взял его на охоту мы выследили чувака парень взял винтовку прицеливался как я учил а потом услышал я услышал как он хнычит он повернулся ко мне и сказал я не могу я не могу выстрелить в него дяди фит некоторые текстурки лагают эй почему не подождали хочешь чтобы мы стояли рядом когда ты слышно дерево ты не знаешь где находится мама ну так вот я хотел выходить у него ружье пока тот здоровый лосяра не убежал и ружье выстрелила парень чуть не застрелил меня зачем ты расскажешь с рассказываешь ему всю эту херню потому что вчера ты чуть не размножил ей голову ничего личного почему ты постоянно потому что ты постоянно доставляешь неприятности мне все хорошо он извинился все хорошо он извинился ты постоянно пытаясь это и сам с этим плохо справляешься снова покидаешь нас я знаю где это реб гребаная река вот так вот я нашел этого лося позже подстрелил его прямо в шею ник потом не разговаривал со мной несколько людей несколько недель иногда приходится играть роль даже если тебя будут ненавидеть он не ненавидит тебя он не ненавидит ненавидит тебя отец ника редко бывал дома а потом когда бывал правильно воспитать его пришлось мне дядя пит черт что там что там такое ник боже матерь господня что за че такое нашпигованы пулины кто по-вашему это сделал пока не уверен но по-моему это обычно необычная банда отморозков подумай об этом будь ты карлсон кто такой карвер проверь вон тебе будь осторожен некоторые из них могут все еще двигаться ребят ну давайте здесь закончим как-то эпизод довольно таки уже затянулся так что давайте закончим здесь именно здесь всего хорошего ребят пока пока